Становитесь благочестием. Да, мужчина? У меня вопрос про благочестие. Часто вы упоминали, что вы могут еще... У вас доброта, благочестие, ваша доброта. У вас энергии доброты много. Она дает вам удачу в жизни. Память тоже, память у вас тоже. Хорошая, светлая память тоже, ваша благочестие. У вас есть благочестие? Накопленное. У меня вопрос о том, что благочестие, понятно, что оно пополняется добрыми поступками, но только решими. И на что, опять же, оно тратится? То есть, скажем так, оно тратится просто в течение жизни? Нет, нет, на ваше желание. Вот в этом и смысл заключается. Не надо ничего визуализировать, надо делать добрые дела. Что-то хочешь в жизни? Почему удачливый человек становится? Потому что он много добрых сделал дел. И благочестие будет тратиться на добрые дела, на твои желания, вот какие-то добрые, опять же, хорошие. То есть, оно тратится естественно в процессе жизни или что-то ты захотел сделать? И так, и так. В процессе жизни тратится. То есть, если он не попыток пополнять добрые дела, то первым, потом, потом, то как-то, то растратишь. Растратишь, да. Это и есть жизнь страсти и невежести. Жизнь страсти человек, он аскезы совершает? Совершает. Но он какие аскезы совершает? Для себя. Он не пополняет благочестие, но и не тратит сильно, потому что он, как бы, на своих аскезах живет. Но оно все равно тратится постепенно, потому что надо там спасать от болезни человека и так далее. Люди в невеже только тратят благочестие, а люди в благости копят все время, копят, и их жизнь постепенно лучше, лучше, лучше становится. То есть, запас благочестия пополняется как аскезами, так и благочестивыми поступками? Молитвой. Молитва делает благочестие, человек становится непобедимым от молитв. Аскезы приводят человека к силе, он становится сильным, способным иметь силу воли, это длительное движение, способен терпеть и ясное мышление, это пост на воде. Ну, то есть, молитва делает человека непобедимым, аскеза делает человека сильным. А когда человек делает добрые дела, он привлекает милость Бога. Ну, он что-то хорошее для людей делает, для него тоже хорошее Бог делает. Вот такие варианты. Вот только это и есть аскеза. Все остальное это деятельность страсти. Вот ты, допустим, идешь на работу, пашешь, там, ради денег. Это тоже аскеза, она дает деньги, но она не дает благочестия. Вот ты заработал деньги, все, больше ничего не заработал, потому что ты хотел денег только. Если ты настроен на работе на то, чтобы что-то доброе сделать, про деньги не думаешь, то ты получаешь деньги и плюс благочестия. Вот это называется аскеза благости. Работа может быть аскеза благости? Да. Если ты работе, хочешь всем счастье приносить. Все, и забыл про деньги. Деньги получишь обязательно. И плюс благочестие. Вот так человек должен развиваться. А если у тебя жизнь поставила в такие вот жесткие рамки, где-то когда ты, что называется, особо-то не расслабишься, это аскеза или как? Примите эти рамки. Скажите, я ради людей, на благо людей, принимаю эти жесткие рамки. Ну, то есть это тоже как бы вынужденный аскезом. Но если вы как бы принимаете эти рамки ради того, чтобы стать начальником, это один вариант. А если ради помощи людям, это другой вариант. Если ради помощи людям, то вы и начальником становитесь, и заодно и получаете благочестие. Супер-супер. То есть это, ну, как бы, жизнь заставила быть мужчиной. Нормально? Вот мужчина, когда все ждут, когда же он, дурак, женится-то? Он тоже хочет жениться, но все почему хотят, чтобы он женился? Чтобы он стал мужчиной, то есть, значит, работать. А он хоть жениться, зачем наслаждаться женщиной? Думаю, сейчас женись, мне еще лучше будет. Хорошо, не тут-то было. Все нормально, у вас все хорошо. То есть у вас нет шансов расслабиться, стать плохим человеком. Трое детей, жена, все спиногрызы мучают, как бы, надо что-то делать. Все отлично, судьба любит вас. Рамки жесткие – это милость Бога. Вот у меня жизнь в жестких рамках. Я постоянно еду, еду, еду. Все. Чтобы изменить жене, надо остаться одному. Вот когда один остался, можно изменить. А я всегда с помощником езжу. Изменить жене невозможно.